Виды породы Чихуахуа Собака Чихуахуа отличается необычным нравом и уже не первый год лидирует среди заводчиков собак в списке самых топовых. Это связано с тем, что размер песика небольшой, поэтому его с легкостью можно содержать в обычной городской квартире. В статье мы расскажем об особенностях содержания этих собак и их развитии. Существует несколько пород и вариантов разделения этих собак. Изначально все песики поделены на два вида – короткошерстные и длинношерстные. Самое интересное, что собаки с короткой шерстью линяют гораздо чаще, так как волосы у них очень густые и короткие. Под ними имеется также подпушек, поэтому такие песики требуют тщательного ухода и постоянного вычесывания. Длинношерстные собаки выглядят более крупными, однако, это обман зрения. Большой размер персика обусловлен наличием плотной шерсти, которая очень пушистая и может свисать практически до пола. Этих собак рекомендуется подстригать. Чихуахуа виды породы – чихуахуа кабби типа. Эти песики достаточно крепкие и плотные, с толстыми и широкими костями. Головка у песика крупная, ушки маленькие, большие глаза. В общем, собака этой породы достаточно крепкая, с густой шерстью и выраженным подшерстком, выглядит довольно массивно. Оленьево типа. В переводе означает «олень». Действительно, песик немного похож на косулю, только в уменьшенном виде. Очень тонкие лапки и миниатюрное телосложение. Головка маленькая, но уши высокие и крупные. Шерсть не очень густая из-за того, что подшерстка практически нет. Эти два вида чихуахуа признаются кинологами и участвуют в разнообразных выставках. Самое интересное, что есть другие породы, которые не признаны кинологами, но достаточно часто встречаются среди неспециалистов. Непризнанные породы чихуахуа – классические аборигены английский пекинеский экстремальный. Экзотически все они отличаются друг от друга размерами, телосложением. Но не признаны кинологами, поэтому на выставку с таким песиком вы вряд ли попадете. Обратите внимание, что для племенного разведения также допускаются лишь песики, которые относятся к стандарту. Чихуахуа – размеры и вес чихуахуа отличаются друг от друга породой, соответственно это откладывает свой отпечаток на размере, а также весе и росте песика. Соответственно чихуахуа, размеры и вес которой средний, составляет от 1,5 до 3 кг. А рост от 15 до 30 см имеются различия между карликовыми, средними или большими чихуахуа. Ниже приводим таблицу с ростом щенков до 1,5 лет. Сколько живут чихуахуа в домашних условиях? Средняя продолжительность жизни составляет 15-16 лет. Но имеются и питомцы, которые проживают более 20 лет, и радуют своих владельцев. Однако случается, к сожалению, это не так часто, как хотелось бы. Большое значение имеет атмосфера внутри дома, а также особенности питания и содержания собаки. Кинологи утверждают, что живут чихуахуа в домашних условиях, которых кормят здоровой пищей, регулярно делают прививки, осмотры у ветеринара. Гораздо дольше, и могут прожить до 20 лет. Огромное значение имеет и количество родов у девочек. Установлено, что те самки, которые рожают достаточно часто, живут недолго, до 10 лет. Это связано с тем, что роды истощают песика, делая его слабым. Когда у чихуахуа встают ушки, многих хозяев интересует, когда же у их любимцев ушки будут торчать и встанут в свое постоянное положение. Однако четкого ответа на этот вопрос нет, потому что такая норма нигде не регламентируется. Когда у чихуахуа встают ушки, считается, что у длинношерстных ушки встают примерно в возрасте 1 месяц, а у длинношерстных в 2 месяца. Однако существуют и индивидуальные особенности развития песика. Поэтому нередко владельцы собак прибегают к хитростям и самостоятельно выставляют уши своим питомцам. Для этого используется зубочистка или стержень от шариковой ручки и пластырь. Для склеивания ушек сама раковина протирается с обеих сторон при помощи спирта, дезинфицируется и наклеивается своеобразная шина по центру лепестка. Таким образом, благодаря такому каркасу уши не падают. Обратите внимание, что если вам предлагают приобрести щенка возрастом полгода, при этом у него висят ушки, это серьезная проблема. Дело в том, что у этой породы уши не могут вообще не стоять, это считается серьезной патологией. Такого песика не возьмут на выставку и не разрешают участвовать в вязке. Это связано с тем, что возможно беременную суку плохо кормили, условия содержания были не самыми лучшими. Соответственно, ей просто не хватило питательных веществ, чтобы передать их в необходимой мере своим щенкам. Из-за этого и наблюдаются некоторые дефекты в развитии, в том числе и с постановкой ушей у щенков. Когда происходит смена зубов у чихуахуа, первые зубы у породы чихуахуа появляются в возрасте 1 месяца. Примерно в 2 месяца у песика уже полный рост молочных зубов, их количество составляет 32 штуки. Смена зубов у чихуахуа, смена молочных зубов на постоянные осуществляется в возрасте примерно 4-7 месяцев. Примерно к 9 месяцам у песика должны быть все постоянные зубы, в количестве 42 штуки. Обратите внимание, что период смены может вызывать массу беспокойств у щенка, что связано с неприятными и болезненными ощущениями. В это время необходимо, чтобы владельцы собак регулярно контролировали состояние пасти своего питомца. Дело в том, что постепенно корни молочных зубов раскрасываются, расшатываются и выталкиваются постоянными зубками. Однако бывают и неприятности, когда здоровый зуб уже растет, а молочный еще не выпал. Таким образом образуются два ряда, которые могут изменить прикус собаки, делать его неправильным. Именно поэтому молочные зубы необходимо удалять вовремя, если они мешают росту и развитию постоянных зубов. Поэтому рекомендуется в таком возрасте регулярно проводить осмотр у стоматолога, и при необходимости удалять все мешающие молочные зубы, которые не позволяют вовремя вырасти постоянным. В этот период необходимо следить за питанием собаки, чтобы оно ни в коем случае не было очень мягким. Как ни странно, но чаще всего патологии с зубами возникают у песиков, которых кормят мягкой едой, и они не напрягают жевательные мышцы. Благодаря этому, челюсть плохо развивается, могут наблюдаться патологии в развитии зубов. Поэтому постоянно давайте песику грызунчик твердый, жесткий корм, чтобы он напрягал жевательные мышцы, тренировал челюсти. Когда проводится стерилизация чихуахуа, не все владельцы заводят своих питомцев для того, чтобы получать потомство или заниматься своеобразным бизнесом по продаже щенков. Многие заводят себе песика для души и для собственного развлечения, поэтому все неприятности, которые связаны с течкой и половым поведением у собак, становятся для хозяев настоящим испытанием. Стерилизация чихуахуа Самцы чихуахуа в период половой охоты становятся очень агрессивными, может меняться их поведение. Кроме этого, метят территорию. Соответственно, если вы не готовы постоянно вытирать лужу с пола и разыскивать места, где ваш пес помочился, лучше всего произвести стерилизацию или кастрацию песика. В среднем эта операция проводится в возрасте 6-12 месяцев. Лучше всего, если у самок она будет проведена до первой течки. Считается, что таким образом можно практически на 100% предотвратить появление опухоли молочной железы. В большинстве случаев определенной подготовки к стерилизации не требуется, особенно, если щенок молодой и у него нет проблем со здоровьем. Несколько иначе ситуация обстоит в том случае, если собака в возрасте 5 лет и старше, тогда могут потребоваться дополнительные анализы и испытания. Дело в том, что сердечно-сосудистая система у таких питомцев может работать не самым лучшим образом, поэтому необходимо убедиться, что собака перенесет анестезию без последствий для здоровья. В ходе стерилизации удаляется у девочек матка и яичники, а у самцов семенники, иногда мошонка. В последнее время проводят операции с наложением внутренних швов, за которыми нет необходимости ухаживать. Соответственно, это сводит к минимуму уход за собакой и ее беспокойство в связи с выделениями из области швов. После проведения операции на питомцев надевают попуну или воротник, чтобы не расходили швы. Когда нужно делать первые прививки щенкам Чихуахуа? Самое интересное, что первые прививки щенкам Чихуахуа делают в возрасте 8-9 недель. Эту породу приобретают в возрасте примерно 2 месяцев, соответственно первые прививки должен сделать заводчик, то есть первый владелец песика. Далее, уже следующий хозяин должен проводить повторные прививки. Собака первый раз прививается от липтоспироза, чумки, аденовирусов и вирусов гепатита. Повторные прививки делаются ровно через месяц, в среднем в 12 недель, и, по сути, являются такими же, как и в первый раз. То есть они закрепляют полученный результат. Во второй раз добавляется еще прививка от бешенства, которой нет в первом варианте. Следующая прививка делается через год. После этого необходимо ежегодно прививать собак. Обратите внимание, после покупки щенка в паспорте на него должно быть указано, что заводчик привил щенка. В противном случае вам придется срочно обратиться к ветеринару и сделать комплексные прививки самостоятельно. Какой лучший корм для Чихуахуа? Несомненно, таких песиков нельзя кормить со стола. В обязательном порядке стоит придерживаться строгого рациона, каши, отварное, нежирное мясо, субпродукты, молочные продукты. Приготовление еды для песика требует времени, поэтому часто для экономии времени применяют готовый корм. Список лучших кормов для Чихуахуа Собак не существует таких тестов, как для людей, поэтому определить беременность может исключительно доктор, но тоже после 20 дней. Именно такой срок является переломным, когда уже можно при пальпации определить и диагностировать беременность. Симптомы беременности у Чихуахуа, однако хозяева питомцев могут наблюдать изменения в поведении у девочки. Обычно они наблюдаются, начиная с 14 дней после зачатия. Меняется поведение собаки, она становится более спокойной и уравновешенной, мало времени, гуляет на улице, сразу идет домой. Большую часть свободного времени она проводит в лежанке и становится не такой игривой, как раньше. В период после 20 дней у собаки может наблюдаться токсикоз, поэтому снижается аппетит. Не настаивайте на еде и кормите собачку продуктами с большим содержанием кальция. Можете давать специальные витамины для собак. Чем больше срок беременности, тем спокойнее становится девочка. Она флегматичная, практически не реагирует на раздражители. Гулять мало, может вылизывать интимные места. Определить беременность можно также по соскам, так как они набухают. Через два месяца, сразу перед родами, у собаки могут наблюдаться слизистые выделения из вульвы. Это говорит о том, что выходит слизистая пробка и собака готова к родам. Чихуахуа, отзывы владельцев. Вообще эти собаки являются довольно дружелюбными, но их сложно назвать очень спокойными. Дело в том, что такие песики любят лаять. Их часто называют звоночками, из-за того, что практически нет покоя. Каждый выход на улицу сопровождается лаем и вилянием хвостом. Чихуахуа, отзывы владельцев. Эта порода идеально подходит для жителей современных квартир. Пес требует мало места и отличается добрым нравом.